Здравствуйте, я Наталья Дуброва. Привет, а я Татьяна Комарова. Ребята, у нас сегодня такое вот внеплановое, экстренное видео. Просто столько странных событий произошло за последние несколько дней в мире, в стране и просто лично у нас, что мы не можем с вами не поделиться. Мы уже неоднократно говорили в своих видео, что с путешествиями в эту эпоху, эпоху коронавируса, пандемии, происходит очень много нелогичных, абсурдных вещей, происходит много хаоса, постоянно всё меняется. Но, как нам кажется, в любом абсурде, в любом форс-мажоре должны быть какие-то свои правила, которые понятны всем и которые выполняют все. Вот с чем мы лично вот сейчас начинаем уже сталкиваться, что мы сейчас наблюдаем, вот на своём примере. Всё это чудесное лето 2020 года мы упорно планировали выезд за границу. Очень хотелось этого путешествия. С нами были давно куплены авиабилеты авиакомпании SkyUp на 2 июля в Рим. Но, как вы все уже догадываетесь, в Рим никто не полетел 2 июля. Возврат денег мы не запрашивали, мы запросили ваучер. У авиакомпании SkyUp запросили ваучер, получили ваучер, равный адекватной стоимости, 120% стоимости прошлого билета. Вот, и дальше мы на этот ваучер, на этот промокод забронировали следующий авиабилет в Батуми. Рейс в Батуми тоже отменился. Мы запросили ещё один ваучер, ещё один промокод, опять на 120% уже от новой стоимости. Вот, и по этому промокоду забронировали третий авиабилет. Ну, то есть забронировали его по промокоду. И тут у нас случается, ну, не только форс-мажоры бывают в мире, не только форс-мажоры бывают у авиакомпаний. Бывают форс-мажоры и у людей. Ну, то есть все живые люди, всё может произойти. В данном случае форс-мажор случился у меня. Значит, что, собственно, произошло? Мы с Наташей ездили в такой трёхдневный тур по Одессе, Одесской области. Были в таком вот замечательном посёлке Вилково. Его называют Украинской Венецией. Он стоит на воде, там очень красиво, очень живописно. Ну, и что, собственно, произошло? У нас было вот свободное время, которое предполагало купание в Дунае. Ну, я, естественно, пошла купаться. И нас предупредили, что, ну, там, ребята, сильное течение, осторожно, там, далеко не заплывайте. Это предупреждение как-то прошло мимо моих ушей. Я, значит, погружаюсь в Дунай с таким кайфом, плыву себе. Вода такая тёплая, мне так легко плыть. Я так дрейфую-дрейфую. Потом, ну, смотрю, ну, наверное, пора уже возвращаться. Там, должен нас ждать кораблик, который нас повезёт обратно там на нашу базу. Я, как бы, разворачиваюсь, и я чувствую, что я просто не могу плыть. То есть течение такое, что, ну, я физически никак с ним не справлюсь. Может быть, там какой-то там пловец-рекордсмен исправился бы, но, в принципе, хотя я хорошо плаваю. Я с ним справиться не могу. Ну, думаю, что делать? Меня просто уносит уже очень далеко от места, где я там загрузилась в воду. Я тогда подплываю к берегу и выхожу на берег. Думаю, значит, дойду с суши, это будет быстрее, чем я буду бороться с течением. А суши там тоже такая специфическая. Там вот, что называется, плавни. Огромное количество колючих очень кустов высоченных, камыши. Нету ни тропинки, ну, ничего нет. У нас ещё предупреждали, не ходите в эти плавни, там могут быть дикие кабаны. Я начинаю продираться сквозь эти кусты, колючки, сквозь эти камыши. Вижу перед собой капканы, наверное, на этих диких кабанов. У меня уже становится, ну, такой страх закрадывается, господи, капканы. Не для меня же их поставили, я одна, никого нету, далеко. Думаю, сейчас как-то встретиться с этим диким кабаном. Тут и деревьев нету, чтобы мне как-то взлезть на дерево. Уже такие мысли, господи, неужели вот это вот я так нелепо погибну. Ну, в общем, это всё такие вот отступления. Я, конечно, выбралась из этих плавней, дошла до точки, где мы отдыхали. Но при этом я страшно просто ободрала вот этими колючками, этими камышами, ободрала ноги. Ну, вот такие вот жуткие царапины по всем ногам. Ну, ладно, думаю, ерунда, царапины и царапины там. Все как-то там за меня поволновались, потом, значит, пожирили, что ж ты не слушаешься, что ж ты там, ну, уплываешь, когда тебя предупредили. Ну, в конце концов, хорошо, там, всё закончилось благополучно, мы, значит, поплыли дальше. На следующий день я ещё ходила по экскурсиям, там, ну, царапины и царапины, но ничего страшного. А потом, к вечеру, мы уже сели в автобусы и поехали в Киев. И вот где-то через час-полтора сетения в автобусе я чувствую, что подняться я не могу. У меня там все эти царапины как-то нагноились, началось воспаление. Ну, в общем, начались проблемы вот такие вот. Потом я уже, ночью мы приехали в Киев, я уже поехала в травпункт. В травпункте была такая ситуация, меня там принимать не захотели. Говорит, идите там в свою там районную поликлинику, там вас госпитализировать не надо, операцию делать не надо, что вы типа там истерики устраиваете. Я говорю, хорошо, я могу пойти там в районную поликлинику, но, во-первых, мне больно. Вот мне нужно как-то срочно оказать какую-то помощь медицинскую. Во-вторых, вот в чем еще специфика похода вот в нашу районную поликлинику? В Украине есть такой закон, чтобы ты попал к участковому врачу, тебе нужна декларация. Значит, декларация, вот нужно ее заполнить, и тогда вот к тебе, вот там, к твоему месту жительства будет прикреплен вот такой вот семейный доктор. Это уже, по-моему, несколько лет, но я как-то эту декларацию так и не заполнила, то есть семейного доктора у меня нет. Ну, не болело как-то, не нужно было, не успело. Ну, конечно, нужно это сделать в ближайшее время. И я понимаю, чтобы мне просто сейчас попасть к узкому специалисту, мне нужно пойти сначала там отсидеть в очереди полдня в поликлинике, заполнить эту декларацию, потом, значит, каким-то образом еще неизвестно, когда принимать. То есть я могу пару дней просто на это потратить, а с ногами все хуже и хуже. Я уже в этом травпункте говорю, ладно, не нужна мне никакая там справка, дайте мне, пожалуйста, ну, просто вот рецепт, как лечиться лекарства, я буду просто уже лечиться, никакому врачу я уже тогда не пойду. Ну, в общем, выписали мне антибиотики, выписали жидкость для промывания ран, я уехала, лечусь, сейчас уже там, в принципе, выздоравливаю, как бы все нормально. Но, ну как все нормально? Ненормально в том, что лететь сейчас я с Наташей не могу, потому что все-таки взяли мы билеты, вот чтобы уже все-таки в третью страну, не в Италию, не в Грузию, а в третью страну. Мы должны были лететь с Наташей 11 августа. Но Наташа полетит одна. Я не полечу, потому что вот с такими ногами, как у меня на данный момент, купаться в море мне нельзя. И справки от врача у меня нет, а билет уже куплен. Ну, вот такая вот ситуация. Мы в своих видео неоднократно говорили, что даже если у вас ничего не случилось, если вы не менее чем за сутки предупредили авиакомпанию о том, что вы не можете, не хотите лететь, даже если ничего не произошло, вы имеете право на возврат аэропортовых сборов. Ну, вот я пишу в авиакомпанию, прошу их войти в положение, что если они могут вернуть, поскольку человек заболел, вот такая ситуация, нет справки. Ну, типа, вы же понимаете, мы же входили в ваше положение, мы же не требовали, типа, деньги назад, мы же все время перебронировали, перебронировали. Если можете, верните там больше, чем аэропортовые сборы. Ну, и типа, что можете, то верните. На что я получаю промокод? Ну, типа, благодарим вас за обращение, вот ваш промокод. Я вначале грешным делом, честно сказать, подумала, что это промокод на полную стоимость авиабилета. Я пишу, на какую стоимость промокод? Мне отвечают, типа, 911 гривен. Ну, грубо говоря, изначально нами был куплен билет, стоимость была 4000, там, с копейками. Ну, грубо говоря, 130 евро. Вот, и они присылают мне промокод на сумму аэропортовых сборов. Ну, то есть, понятно, что на эти 30 евро, ну, что мы можем купить? Автобусный билет? Ну, не купишь ты авиаперелет за 900 гривен. Ну, то есть, и такое. Я им пишу, что, типа, я не просила промокод, мне не нужен промокод. Верните, пожалуйста, деньги. Знаете, что они написали? Они написали, поскольку билет был куплен по промокоду, то мы вам деньгами вернуть не можем. Мы возвращаем тоже промокодом. Ну, круто. Дело в том, что изначально мы же не платили циферками, мы же не платили промокодом, мы же изначально платили деньгами за авиабилет в Рим, о котором уже все забыли, который был на 2 июля. Мы платили деньгами. Почему сейчас нужно возвращать промокодом, с которым непонятно, что делать? Они же понимают, что этим промокодом воспользоваться очень проблематично. То есть, они вынуждают нас лететь, как-то, я не знаю, вдвоем, и использовать хоть какую-то при этом маленькую часть авиабилета, которая будет очень маленькая и вообще неощутимая. Зачем этот промокод? Тем более, что юридически мы имеем право на возврат аэропортовых сборов. Вот это вот по поводу авиакомпании SkyUp. Ну и для нас, Наташа, вообще шоком стало вот такое вот поведение авиакомпании SkyUp, потому что, в общем-то, мы ее раньше всегда хвалили в наших роликах, всегда мы были ей довольны. А тут почему сейчас вот такая вот ситуация и такое вот отношение, ну это, конечно, немножко странно, но шокирует. Ну это получается сейчас, что я лечу одна, и, естественно, нужно мониторить ситуацию, нужен ли в страну, куда ты влетаешь, нужен ли тест на коронавирус, нужна ли по возвращению из этой страны самоизоляция и нужно ли делать тест. Ну, в общем, в Украине, как многие знают, на сайте Министерства здравоохранения есть список стран. Красные и зеленые зоны. Ну и вот я периодически, интересующие меня направления, там мониторила и смотрела. Потому что, знаете, каждые три дня, там говорят, обновляется эта информация, информация меняется, и страна, которая была в красной зоне, может стать зеленой и наоборот. И вот, значит, я открыла, внимательно это все поизучала, и, честно говоря, ребята, я не то что логики не нашла, у меня глаза реально полезли на лоб. Я не понимаю, как такое может быть вообще. Ну, то есть для Украины красной зоной является, во-первых, то, что, ну, апогей, я считаю, Грузия. В Грузии три зараженных в день. В Украине вчера было около 1500, сегодня 1200. В Грузии три. Грузия для Украины, красная зона. Красной зоной для Украины является Австрия, 82 человека зараженных. Красной зоной для Украины является Литва, зеленой зоной является Беларусь, Швеция, Португалия. Ну, то есть, люди мне пишут, вы знаете, я поделилась этим в соцсетях. Написала, типа, ребята, что происходит вообще? Что это за абсурд? Как они считают? Вот реально, как можно посчитать, вот Грузию красной страной? Как можно посчитать Беларусь зеленой зоной? Почему Хорватия зеленая зона? Вот вы сейчас видите скриншоты. Это реально с сайта Министерства здравоохранения. То есть, какой логикой они руководствуются? Я не понимаю, это сдирание со всех денег за тесты по прилету? Или вот на каком основании делаются такие подсчеты? Вот что вы думаете? Напишите, вот просто интересно, потому что я в этом логике никакой не нашла. Но чтобы не ехали на море, чтобы боялись там самоизоляции по возвращению, тоже не проходит. Потому что Хорватия в зеленой зоне. Но тоже непонятно. Беларусь, где вообще не было карантина, в зеленой зоне. Литва в красной зоне. Венгрия в красной зоне. Финляндия в красной зоне. Бангладеш в зеленой зоне. Португалия в зеленой зоне. Для всей Европы, для Литвы, для Италии. Португалия и Бангладеш – это красная зона. Почему у нас так? Откуда люди эти берут эти цифры? Вообще непонятно. И ты понимаешь, что поскольку нет логики, то есть это не зависит. Раньше я думала, как? Что вот интересующаяся меня страна, да, я зайду, статистику, коронавирус, посмотрю, сколько зараженных, и буду примерно понимать. Уберут эту страну из красной зоны, добавят ли ее в зеленую или нет. А я сейчас понимаю, что вообще не в этом дело. Вообще не в этом дело. Это вообще не имеет никакого отношения, судя по этим цифрам, к красным и зеленым зонам, которые придумала себе Украина. Ребята, что вы творите на самом деле? Кто вас там считает? Мы, Станя, считаем плохо. Но вы знаете, вот я берусь реально посчитать лучше. Что происходит? Ну, мне кажется, не так уж плохо мы и считаем, а по сравнению с этим абсурдом, который даже вот не плавно, как-то стремительно переходит в какой-то крепчающий маразм. А еще веселуха у нас с приложением. Вот если вы прилетаете, допустим, возвращаетесь из красной зоны в Украину, вы должны установить себе на телефон приложение, которое называется «Диев дома» и проходить самоизоляцию. Или, допустим, сделать тест. А приложение сделано криво. Приложение не работает. Вот люди писали мне в Фейсбуке, которые устанавливали себе это приложение. То есть, приложение человека не узнает. Человек находится дома. Приложение пишет, что человек не дома. Прилетел самолет из Черногории. Все дружно у себя установили это приложение. Приложение ни у кого не работало. И все люди, не сделав никаких тестов, разошлись по домам. Ну, вот у меня знакомая тоже прилетела из Кракова. Тоже установила приложение. Приложение не работает. Ну, и, в общем, она теперь думает, делать ей тест или не делать ей тест, потому что ей через неделю лететь. Ну, в общем, еще и приложение кривое сделали. Ну, вот интересно, что меня ждет по возвращении домой. Придется ли мне делать тест и все остальное. Так что не забудьте подписаться, поставить лайк. Все расскажу. Ребята, обязательно поставьте лайки и подпишитесь, потому что вот Наташа ждет сейчас такое волнующее путешествие. Одну. Она даже обещает провести прямую трансляцию, если позволит интернет. Я буду в ней участвовать в этой прямой трансляции. Время и день Наташа сообщит уже по прилету. И я надеюсь, что у нее будет классное путешествие. Будут интересные выпуски от этого путешествия. Я сама вот с нетерпением жду видео из той страны, куда она полетит. И еще. А все знают, что Киркоров, Малахов, Тимати сейчас себе спокойненько отдыхают на Крите, отдыхают в Лунде, при том, что россиянам запрещен въезд на Крит. Я не знаю, может у них, конечно, видно жительство, может у них есть ВНЖ, может у них есть европейские паспорта. Я, конечно, не знаю. Это я про то, знаете, что как бы есть правила, и они должны быть, мне кажется, одни для всех. Если раньше говорили, а при чем здесь видно жительство или европейский паспорт, имеет значение, где ты находился последние 14 дней. Твое место пребывания последние 14 дней имеет значение, а не то паспорт какой страны у тебя там лежит в заднем кармане, там или я не знаю, в сундучке дома. А оказывается, если у тебя есть частный самолет, у тебя априори нет коронавируса. Так получается, поскольку последнее время перед прилетом в Грецию, наверное, они находились все-таки в России. И, ребята, давайте вспомним историю, когда украинцев посадили в тюрьму, когда они, типа, пересекли границу, прилетели в Афины, и там находились в следственном изоляторе, в аэропорту. Вот. И при этом у них там были какие-то документы, у студентки не было студенческой визы, их развернули, чуть не поставили депортацию, отправили обратно. Ну, вот как бы правило, да? И имеет значение, везде все пишут, имеет значение последние 14 дней пребывания. А вот эти вот люди, ну, типа, большие деньги, частный самолет, это, оказывается, иммунитет, ребята, от вируса. Вот так. Ну, к сожалению, нет у нас пока небольших денег, ни частного самолета. Летим туда, где принимают. Ну, Наташа пока летит одна. А вы смотрите наше видео, подписывайтесь, ставьте лайки и до новых волнующих встреч! И ярких вам путешествий! Пока!